Алексей Луценко, Ирина Эктова, Михаил Литвин и Артем Захаров. Четверка сильнейших североказахстанских спортсменов отправилась защищать честь страны на Олимпийских играх в Токио. Перед их завершением предстоит выступить и выложиться на максимум велогонщику Артему Захарову. Для других спортсменов из нашей области старты самого большого мирового состязания остались позади. Несколько из них после возвращения домой встретились с журналистами и теми, кто болел за них на Олимпиаде. Смотрим сюжет. Уставшие от эмоциональной и физической нагрузки, но счастливые, потому что вернулись на родину. Здесь Ирина Эктова и Алексей Луценко восстанавливаются после гонок за медали в Токио. Молодой заслуженный мастер спорта признается, что на велосипед после Олимпиады еще не садился. Награду, которую Алексей поставил бы на полку из Японии, не привез. Места для новых на ней достаточно, говорит спортсмен. Поэтому после перерыва он снова вернется к тренировкам. После Алексея Луценко планирует поехать покорять итальянские трассы. Напомню, это Олимпиада для спортсмена первая. А для Ирины Эктовой она стала четвертой по счету в спортивной карьере. Их катлетка с мировым именем решила, на следующие Олимпийские игры не поедет. Не за страхов или сомнений, а просто потому, что уже взяла для себя все, что хотела от этих соревнований. Я считаю, что это достижение, что у нас получилось загадывать всех четырех Олимпийцев. У нас в области хорошая традиция. Всегда получалось, пока я не верю, в последнее время, что выступали и ликотерты, и велосипедисты. Я надеюсь, что в будущем поднялись другие люди спорта. А еще другие спортсмены. Ведь в области подрастают новые потенциальные Олимпийцы. Они не только задавали виновников встречи много вопросов. Например, есть ли у Ирины и Алексея свои особенные ритуалы перед выходом на старт? Велогонщик честно ответил, что нет. Отчасти потому, что они могут отвлекать. А Ирина Эктова свои спортивные традиции пока решила оставить в секрете. Дарья Пашмынцева, Казбек Иракбаев. Новости МТРК.